Меня зовут Айгуль Джумаканова, я работаю руководителем Центра лабораторных испытаний Департамента профилактики заболеваний Госанепетнадзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики. Джапарова Айгуль, заведующая лабораторией Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Министерства здравоохранения. Добрый день, Ашаралиева Дамира, начальник лаборатории молекулярно-генетических и диагностических исследований Департамента профилактики заболеваний Госанепетнадзора. Я Усакеева Бурулкинджи Баевна, заведующая лабораторией вирусологии и молекулярной диагностики Центра ветеринарной диагностики и экспертизы. Дюнушев Асангадар Тимр Рубекович, директор Института биотехнологии Национальной Академии Наук Кыргызской Республики. Профессор, член-корреспондент Национальной Академии Наук Кыргызской Республики, иностранный член Российской Академии Наук, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики, главарь государственной премии в области науки и техники Кыргызской Республики. И самый первый вопрос, уважаемые эксперты, на сегодняшний день сколько лабораторий развернуто по Кыргызстану? На сегодняшний день с момента вспышки коронавирусной инфекции проделана огромная работа и уже на сегодняшний день функционируют 11 лабораторий. Это 10 государственных лабораторий и 1 частная лаборатория. Если отметить, что происходило с момента регистрации вспышки, то на начало эпидпроцесса функционировали всего три вирусологические лаборатории. Это лаборатория службы санитарно-эпидемиологического надзора, национальная лаборатория Департамента госэнепиднадзора, вирусологическая лаборатория, субнациональная лаборатория на базе Центра госэнепиднадзора города Бишкек и третья лаборатория на базе Центра госэнепиднадзора города ОШ. Все три лаборатории аккредитованы по международным стандартам ИСО-17-025 и признана Всемирная организация здравоохранения и аккредитована. Я хотела добавить, что в Нарынской области, в Джалабадской области, в Баткенской области работают мобильные лаборатории экспресс-диагностики, которые на самом деле работают и на территории областных центров госэнапиднадзора. А насколько достоверны получаемые данные от этих лабораторий? Вообще ПЦР-метод является одним из самых точных методов, специфичность составляет почти 99,9%. Достоверность этого метода мы проверяем через участие во внешней оценке качества. До этого, как я уже отметила, наши лаборатории, вот эти три основные лаборатории, принимали участие ежегодно в тестировании, в ретестировании. Свои образцы направляем в референс-лабораторию Всемирной организации здравоохранения в Лондон и для полного изучения генома, происхождения инфекций. Так и в этом случае, значит, свою точность, специфичность метода мы отправляли в марте месяца, 13 марта отправляли 20 образцов с заблаговременно отрицательными результатами в референс-лабораторию в Лондон. И в мае месяце были отправлены 20 образцов заведомо с положительными результатами в ту же референс-лабораторию Всемирной организации здравоохранения. А тест-системы когда у вас поступили? Образцы, сколько дней хранились в холодильнике? Т-системы, имеется в виду первые тест-системы? Да. Первые тест-системы мы, значит, получили 5 февраля. Это были 6 наборов, которые рассчитаны на 600 исследований от Российской Федерации в качестве гуманитарной помощи. Это было организовано нашими специалистами, то есть мы сами вывезли. До этого мы проводили только исследования диагностики гриппа и других ОРВИ. И вот с 5 февраля мы начали проводить именно исследования на коронавирус, COVID-19. Это были первые приезжие, вот эти 18 студентов с города Ухань. Я имею в виду, вот средства массовой информации же говорят, много образцов долгое время хранились в замороженном виде. И пока тест-системы не было, в начале так было или нет, обеспечивали нас вовремя тест-систему. Я хочу это выяснить в начале. Да, на самом деле была такая проблема в начале эпид-процесса, когда со стороны Российской Федерации мы получали гуманитарную помощь, но эти ПЦР-системы были неукомплектованы. То есть вообще ПЦР-система состоит из трех основных частей. Это расходные материалы и самая основная часть это праймер. К нему необходимы реверта и рибопреп. Это вообще вот три компонента, составляющие одно целое. Со стороны Российской Федерации были, нами были получены только праймеры, то есть без двух составных частей. И поэтому из-за того, что не своевременная была поставка ПЦР-тестов, у нас были проблемы. И нам приходилось замораживать и до определенного времени. Почему были закуплены данные? Заявку, когда дали, вы полностью же дали, реагенты и праймеры все должны были. А как так случилось, что именно праймеры пришли, а остальных нет? Заявка была подана еще 30 января. И там была заявка не только для лабораторной части, но и в целом все то, что необходимо для работы с COVID. То есть это средства неударной защиты, это тепловизоры, те же аппараты искусственной вентиляции легких. Но, несмотря на это, мы получили только ПЦР-ную часть. Это первая причина. Вторая причина замораживания образцов, оно у нас началось после середины марта. Тогда, когда закрылись все границы и те наши заявки, которые мы должны были, нам должны были доставить, борты не брали, границы закрылись. И многие поставщики уже отказывались вообще получать, работать с нашими заявками. Потому что у них не было гарантии на то, что даже если они подготовят этот груз, то что можно загрузить в борт. Вот поэтому, вот этот промежуток времени, когда остановились рейсы, когда некоторые страны вообще запретили вывоз не только ПЦР-наборов, но и расходного материала для отбора образцов, у нас начались проблемы. До этого, то, что мы получили от ВОЗ, то, что мы получили от Турецкой Республики, то, что мы получили от Российской Федерации, это все у нас было. Это первая причина. Вторая причина. После 13 марта у нас начались массовые въезд наших сограждан в республику, потому что многие рейсы вот-вот закрывались. Вот поэтому вот этот большой поток отсутствия, значит, недостаток Т-систем, оно привело к тому, что надо было замораживать их. Дамира Мурзаковна, можем ли мы сказать, что вот мы потеряли самое драгоценное время в самом начале, получается, и данное распространение, увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией послужило именно данная ситуация? Я бы не сказала, что в самом начале мы не владели ситуацией. Середина марта – это середина эпид-процесса была. И я бы не сказала бы, что именно то, что замораживание образцов привело к распространению инфекции, потому что не только лабораторная диагностика является составляющей эпид-процесса. Там есть очень много причин, и, соответственно, даже если мы начали, когда, ну, здесь хочется отметить большую, огромную работу и помощь аппарата президента, потому что благодаря им у нас вот это, благодаря, когда они включили дипломатические каналы для того, чтобы в республику поступали на недостающие Т-системы, вот тогда мы начали, как бы, уже работа вновь возобновилась. Но мы не останавливали диагностику, потому что там в это время был приоритет больные, которые находятся в инфекционных стационарах. Это был приоритет. Айгуль Глубековна, вначале были экспресс-тесты. На данный момент все говорят, что они достоверны на 50%. Зачем мы их использовали и как, на каких тестах мы сегодня работаем? На самом деле экспресс-тесты, они, я бы не сказала, что они, на самом деле они первично как бы покажут, но это как бы сразу покажут, да или нет. Фактически достоверный ПЦР, достоверный метод, это ПЦР, метод диагностики на COVID. Это тоже экспресс-диагностики, то есть он качественный метод, он скажет да или нет. А что касается экспресс-тестов, которые берут через кровь, то он не покажет 100%, что на самом деле есть ли коронавирус в организме человека или нет. Можно добавить, да? С момента эпид-процесса почти проведено 138 тысяч исследований экспресс-методом. Экспресс-методы поступали нам из разных источников, в основном производства китайского производства. И это исключительно скрининговые исследования, это не диагностика ранее, это скрининговые исследования. И те тесты, которые поступали уже в последующем, они могли, дают возможность определить выработанные антитела по двум иммуноглобулинам. Первый иммуноглобулин это IgM и IgG, второй иммуноглобулин. Первый иммуноглобулин IgM определяет наличие антител в организме на начальной стадии, то есть в остром периоде. А второй иммуноглобулин IgG определяет наличие антител в организме уже в период выздоровления или уже когда человек переболел. Это как раз проводится для того, чтобы определять на каком этапе человек заболевания. То есть или на начальном, или уже в стадии выздоровления. Это даст картину прогнозировать в дальнейшем и планировать противопедемические мероприятия. Было понятно, экспресс-тест появился позже. Когда ПЦР мы здесь делали, экспресс-тест, это правильно говорят, скрининговый, позже появились. Но это быстро, чтобы определить возможность. Это 100% не лабораторное исследование, это скрининг, правильно. Это люди поняли, экспресс-тест, это не диагностика полная. Она позже появилась, позже пришла. ПЦР, основной метод, принятый ВОЗом, это ПЦР. Конечно, я тоже хочу добавить по экспресс-тестам. Экспресс-тесты это как вспомогательные, вот первичные, чтобы узнать. А если они всех собирали, только ждали на ПЦР-тестах, еще на ПЦР-тестах, это долгий процесс, правильно. Поэтому это тоже правильно, когда экспресс-тесты делаешь, уже в массовых случаях. Можешь там определить хотя бы часть, где есть этот положительный показывающий, надо, чтобы там диспансеризовать или в свое время превентивные меры, чтобы принять. И после того, в дальнейшем, они исследуются обязательно все равно на ПЦР-тестах. Экспресс-тесты обязательно нужны, когда уже не то, что лабораторию прямо на месте, чтобы исследовать, и она быстро показывает, и это покажет, она да или нет. Если нет, вот это качественный. Поэтому они приняли это тоже правильно. Тем более, как было сказано коллегами, этот непрямой тест, который помогает нам определить, какие мероприятия необходимо сделать быстро-быстро. То есть, если действительно там, даже если это ложноположительный, она нам позволит этого пациента или этого человека изолировать. Если даже ПЦР не подтвердится, это не минус, то, что мы проведем свое время на какие-то мероприятия. Но хочется вот еще раз подчеркнуть, что постановка экспресс-теста не исключает постановку ПЦР-теста. То есть, там проводилось как? Вначале отбирался образец на ПЦР-тестирование, и затем параллельно делался экспресс-тестирование. И оно не исключает постановку именно молекулярно-генетическим методом. Почему я об этом говорю? Многие думают, что раз экспресс-тест поставили, все, с этим пациентом или с этим человеком не работали. Нет. Вот как Айгуль Колубековна сказала, было очень много случаев ложно-отрицательных. Но так как мы брали уже заранее на ПЦР-обследование, у нас была возможность в свое время проводить мероприятия. По поводу тех лиц, которые прибывали наземным транспортом, именно вот эти дальневойщики. У них брался он на ПЦР-тест, если отрицательный, их сопровождала милиция до пункта назначения. И если уже результат до пункта назначения готовый, ПЦР-тест, там уже в пункте назначения принимались соответствующие меры. То есть, он не оставался как бы без наблюдения или как бы, ну, просто бесхозным. То есть, мероприятия велись, да. Почему мы не разрешаем популяции, населению пройти самим тесты? На данный момент только одна лаборатория получила разрешение. Почему мы не даем разрешение другим лабораториям? Насколько это опасно для государства, если будут проводить в других частных лабораториях? Айгуль, скажи. Да, вы знаете, есть определенные требования, есть постановление правительства, где четко прописывается, что государственные лаборатории работают с инфекциями первой, второй группы микроорганизмов. Для частых лабораторий постановление прописано, что они имеют право работать с микроорганизмами третьей, четвертой группы опасности. То, наоборот, да? Наоборот. Да, и если коронавирусная инфекция относится как раз к третьей группе опасностей, поэтому, третьему классу опасности. Поэтому, почему? Потому что, смотрите, если выявляется положительный образец, то надо проводить противопедемические мероприятия, то есть проводить расследование с этим выявленным пациентом, то есть надо его изолировать и так далее, и так далее. А частная лаборатория, она, как говорится, сама у названия, она получает деньги за это. И я ничего не могу сказать, но гарантировать, что будут проведены все противопедемические мероприятия, мы не можем. И поэтому это должно происходить в государственных лабораториях. Но министерство здравоохранения дало разрешение проводить подобные исследования, ПЦР-исследования частной лаборатории Интел-Мед Бонецкого. Они, правда, работают на базе лаборатории Республиканского центра карантинных особо опасных инфекций, где они на их площадке проводят эти исследования. Нет, что добавлю, что понятно было. Во-первых, лабораторная диагностка сердцеферный специалист должен быть. Во-вторых, помещение должно быть соответствующим. Самое главное, когда вот новая инфекция. А частная лаборатория такого не умеет. Я пример скажу, вот в Академии наук у нас тоже есть лаборатория. Ну, по параметрам биобезопасности, он не подходит, поэтому мы не можем работать. Ну, надо новую лабораторию создавать, надо со всем соответствием на уровне, хотя бы, СЛ-3. А частную лабораторию не имеет. Вот эту идею министры я сказал, давайте частную лабораторию будем привлекать. Вот Бонецк, у них специалисты есть. У них помещение негодное было, поэтому вот переселу иск к лаборатории, центры карантинных инфекций, особо опасных болезней, они разместились, работают. А другие частные лаборатории, что люди поняли, они не подходят. Даже в ветеринарную лабораторию, вот в центре диагностики не подходят, потому что там красная зона и зеленая зона, шлюзы такие есть понятия, чтобы люди поняли, шлюзы такое слово есть у нас в лабораторной диагностике. Шлюзы, красная зона, зеленая зона. Почему это наши врачи заражались? И спецодежда, там очень много проблем в лабораторной диагностике. Одевать надо уметь, потом снимать тоже надо уметь. Это вот эта пандемия нас обучила, какие у нас недостатки. И мы всегда говорим оперативному штабу и руководству государства всем это, какие мерыши принимать надо, какие огрехи надо восполнять, что надо делать. А все это больницы инфекционные ликвидировали, об этом все народ знают. или стали, как это 50-х годов. Сейчас ремонтировать надо, чтобы койки делать, как в нормальных странах делать, это же у нас в Кыргызстане. Но одной диагностикой мы не можем. А по диагностике я, мое личное мнение, сейчас у нас уже формировалась нормальная обстановка, и сертифицированные специалисты есть, и лаборатории, и диагностики, и тест-системы достаточно поступают. Сейчас проблем диагностики, я думаю, уже нет, не будет. Ну, к осень еще будем готовиться. Можно я добавлю? Спасибо. Не туда больше? Можно добавить? Ага. Что касается частых лабораторий. На самом деле, как уже было сказано, что так как это коронавирус, относится неустановленной инфекцией, антиология особо опасная к третьей группе. Во-первых, это помещения, которые должны быть соответствовать приточно-вытяжной вентиляции, с хепофильтрами, это соответствующее оборудование, это шкафы биологической безопасности второго класса. Поэтому не все лаборатории частные могли и имели право работать. Как уже сказали, не все могли уметь. Самое главное – раздевание. Раздевание средств индивидуальной защиты, снятия и правильное обеззараживание. При COVID-19 это самая большая школа, что сейчас все научились и руки мыть, и правильно одевать средства индивидуальной защиты. У вас на вашей базе инспекции по ветеринарии и фитосанитарной безопасности. Нельзя ли развернуть такую лабораторию? Можно. Я вот с сегодняшнего дня скажу, что мы окрытованы, и у нас все это условия есть, потому что у нас все притужные, вытяжные эти есть. Лаборатория у нас уже по проекту сделана. В данный момент медики тоже знают, что мы совместно работаем, друг другу помогаем. Мы готовы, просто мы в данный момент, они сказали, что сами только могут это исследовать в это время, и не было возможности это принести на нашей базе, исследовать. Почему? Потому что не хотели совмещать животными и человеческими образцами. А так можно, если в случае опять такой же пандемический образ будет или нужна, мы готовы на 100%, можем там прекратить, на другом двери заходить и сделать, потому что у нас лаборатория уровень второй биобезопасности, и у нас сохраняется. Мы окрытованы 17.025, еще окрытацию на 4 года получены. У нас все условия есть. Мы можем физически дать, не монополизируя одну частную лабораторию. В бишкекской лаборатории и ОСКО две лаборатории могут работать. Две лаборатории только. Конкретно надо сказать. Мы конкретизируем, потому что... Две лаборатории только могут работать. Да, ветеринарная и фитосионитарная лаборатория только две лаборатории. Так и так вирусологистской только две лаборатории у нас. А так общую лабораторию не считайте, что в других регионах тоже ветеринарные могут они, где попало, могут они исследовать, но у нас в последнее время лабораторию хорошую построили, у нас, например, тоже дали на нашей Таласской базе, тоже медики работают у нас, дали, соответствуют. И таким же образом можем где-то часть отрезать, дать, не то что в Таласе, в Нарыне можем дать, в Караколе можем дать, сейчас и в Рыбаче, в Балхаче можем дать, там тоже мы построили очень прекрасные лаборатории, соответствующие. Возвращая к словам Айгуль Бищебаевны, можем ли мы сказать, что на данный момент болеют только контактные люди, так как вы сказали, что получаете ПЦР только у контактных людей? Да, человек, человек можно считать заболевшим, если он дает положительный результат ПЦР-тестирования, а это означает, что он был в контакте с инфицированным. Или есть другой вид, человек может быть носителем, то есть он не болеет, у него заболевание проходит бессимптомно, но он представляет угрозу для окружающих, он просто носитель, он переболел в легкой форме. Возможно, многие так и переболели, но вторая сторона, они являются носителями, они могут заражать. Вот смотрите, ВИЧ-инфекция, это инфекция, которая передается через кровь, то есть кровотворная инфекция. Ну, дай бог, уже как бы обуздали эту инфекцию, значит, есть диагностика, качественные методы МИФА, да, это проводится. Возможно, коронавирусная инфекция тоже постепенно будет иметь сезонный характер, то есть его тоже надо будет определять все время при госпитализации, при выезде из страны, при заезде из страны и так далее, и так далее. Но коронавирусная инфекция, это инфекция, которая передается воздушно-капельным путем, а запретить дышать человеку, это невозможно, и поэтому в любой момент он может заразиться или прихватить эту инфекцию. Тем более, последняя рекомендация ВОЗ говорит, что если ранее мировой опыт, мировые ученые говорили, что если человек переболел коронавирусной инфекцией и у него вырабатывается иммунитет, то последняя рекомендация ВОЗ говорит о том, что это не гарантировано. Человек, который переболел один раз коронавирусной инфекцией, он может повторно заразиться и болеть, тогда уже будет уже более сложное протекание этой инфекции. И поэтому здесь нужно очень глубокое изучение. Вся мировая практика, все заняты этим вопросом. И поэтому Кыргызстан в том числе, мы должны на это обращать очень особое внимание. Эти скрининговые исследования, которые говорят сегодня наши коллеги, они тоже нам нужны, чтобы определить иммунную прослойку и прогнозировать дальнейшие наши противоэпидемические мероприятия в целом по стране. И они нужны как раз в первую очередь, эти скрининговые исследования, в тех популяциях, которые уже переболели. То есть, допустим, первое, кто у нас СУЗАК был, вот иммунная прослойка, какая ситуация на сегодня? Вот столько-то процентов переболело, но все ли имеют вот этот тот иммунитет, который мы сегодня об этом говорим? Или они могут повторно, если будет вторая волна, опять заболеть? Вот вопрос в этом. Да, вот этот как раз сейчас, вы спросите, почему иммуноферментный тест. Вот в этот момент можно иммуноферментный тест пройти. Вот вы говорите, что люди, может, незаметно переболели, просто не вышли. Вот как раз на ИФА-тест они сдают кровь, через эту можно определить, оно переболело или нет. Вот хоть легкая форма переболели, там и как раз будет слабый иммунитет показывать, титр меньше. А если достаточный титр, тогда 1 на 32 и больше идет. А недостаточно, 1,8, 1,2, даже 1,4 могут показать. Поэтому нужно определить. Если кто обеспокоен, могут они сдать на ИФА-тесты, как раз тест, когда поступит определить. Насколько будет у нас вероятность к зиме или же к весне следующего года распознавать все происхождение данного вируса и ее мутацию? По поводу этого, то, что Айгуль Бешбайовна говорила, то, что мы отправляем, согласно алгоритму диагностики, наши образцы положительные в Лондон. И вот буквально 4 дня тому назад мы отправили в Кольцево, то есть в Новосибирск все положительные образцы. Они проводят не только ретестирование, то есть подтверждение положительное или неположительное. Кроме этого, они должны проводить углубленные исследования. Почему? Потому что существует несколько подтипов данного вируса. И, соответственно, для молекулярной эпидемиологии, то есть для эпидемиологов, они должны знать первопричину, откуда этот вирус к нам пришел. Или поступил, или какие пути заражения были, то есть это был азиатский или европейский. Вот поэтому это первое. Вторая причина углубленных исследований – это чувствительность к существующим антивирусным препаратам. Потому что лаборатория – это вспомогательный компонент той системы, где должны знать, да, есть вирус, но чем лечить, какие дезинфицирующие средства надо использовать, и какова вообще устойчивость этого вируса во внешней среде, и какая опасность для населения данного вируса. И, соответственно, я надеюсь, что к осени мы получим уже полную характеристику тех вирусов, которые циркулируют у нас в Кыргызской республике. Насколько у нас обучены наши лабораторные службы? Мы все знаем, что на сегодня все они работают в карантинно-казарменных режимах. Можем ли мы свободно менять их в случае, не дай бог, заражения или же заболеваниях? Есть ли у нас резервные кадры? Наверное, я отвечу на вопрос. Как я уже вначале сказала, сейчас функционируют 11 лабораторий, задействованных по диагностике, работают 33 специалиста, и в то же время мы готовим резервную группу. Сейчас функционирует резервная группа. На случай, если кто-то заболел, ну, надо отметить, слава Аллаху, на сегодняшний день нет инфицированных лабораторных специалистов, и дай бог, чтобы так и было. И в случае, если человек устал, потому что идет бесперебойная работа, наши лабораторные специалисты работают 24 часа в сутки, заменяя друг друга. То есть одна бригада заменяет, вторую бригаду и так далее. И поэтому все случаи, когда поступают ПЦР-анализы, мы стремимся выполнить своевременно. Резервная группа заменяет людей. Допустим, вот развернули лабораторию недавно на Рынской области на базе центра госанапинадзора. Туда выехала передвижная мобильная лаборатория, и мы из группы резерва выделили, отправили людей. Они проработали месяц, и когда им надо было, у сотрудницы ребенок заболел, надо было выехать, мы из этой резервной группы отправили им замену. Резервная группа для чего? Для того, чтобы заменять наших специалистов. То есть с выездом в другие центры лабораторной диагностики или же внутри лаборатории. Кроме этого, я, наверное, забегаю вперед, мы планируем уже в июне месяце, уже утвердили план обучения лабораторных специалистов. Как мы уже говорили, вирусологов очень мало. Людей со знанием методики ПЦР-анализа в Кыргызстане ограничено. И поэтому мы сейчас будем обучать дополнительно наших микробиологов, врач-лаборантов методом ПЦР-анализа. Со 2 июня будем обучать 15 лабораторных специалистов на базе Национальной лаборатории вирусологической по Северу и 15 лабораторных сотрудников с Южного региона. То есть это будет как раз то, о чем мы говорим. Это будет резервная группа, и эти специалисты мы будем готовить в ближайшее время. Кроме этого, планируется создать еще 10 ПЦР-лабораторий. Это будет происходить по проекту Исламского банка развития. Планируется построить из быстро возводимых легких конструкций 10 ПЦР-лабораторий. Места дислокации уже мы определили. Они будут размещены на базе функционирующих центров госанапинадзора. Это те центры госанапинадзора, где нет пока вирусологических лабораторий. Когда закончится минимизирование первой волны коронавируса, тогда начнется разборка. Простым языком сказать. Вот тогда мы скажем, что надо делать, что нужно, когда делать, как делать, сколько это стоит, сколько человек можно готовить, что делать. Все это мы готовимся, будем готовить, оперативно ставят там и других высших уровнях, все подготовили, мы уже будем готовы. Я одно скажу, сейчас тоже предложение ученых собрали недавно, мы тоже вот, которые отметили чуть-чуть краешком, вот популяционный иммунитет. Об этом тоже в шаговой мероприятии будет написано, то есть до осени. Все предложения мы будем давать правительству. Если есть богатые люди, инвесторы, пожалуйста, приходят, мы готовы с ними тоже работать, чтобы грамотно работать, чтобы хоть маски нормальные привезли, если на свои деньги. Образно я говорю, не говоря о лабораторной диагностике. Вот хотят наши миллиардеры помочь, я готов с ними, вот с моим коллегам работать с ними и правильная, эффективная работа у нас была. Спасибо, есть у кого-то еще что-то добавить? Да, я в заключение хотела бы отметить, это вот для общей информации. Вообще диагностика, вот недавно, в апреле месяце, в конце апреля месяца прибывала в Кыргызстане группа врачей из Китайской Народной Республики. Мы с ними встречались, работали, обсуждали, обменивались своими опытами и на самом деле мы услышали много полезного. Почему? Потому что Китай это одна из самых первых стран, которая отразила именно пандемию, на тот момент она минимизировала риски и они приложили огромные усилия. И было нам очень полезно услышать опыт этих врачей и среди них были как раз лабораторные специалисты, были эпидемиологи. И надо отметить, что действительно именно тестированием они могли побороть, снизить, искоренить коронавирусную инфекцию, хотя сейчас опять у них идет регистрация новых случаев. Надо идти, вот тестирование обязательно, у них тестирование и экспресс, и моноферментным анализом, ПЦР обязательно, сирология, и обязательно рентгенография, и у них томография была. То есть магнитно-резонансная томография. То есть только одним анализом нельзя ограничиваться. Они озвучили вот такую информацию, что надо вести все параллельно. Ну, конечно, надо исходить, конечно, из возможностей стран. На сегодняшний момент это такая диагностика широкомасштабная, которая представлена Китайской Народной Республикой, она, конечно, возможно для нас и неприемлема. Мы как раз ограничиваемся пока ПЦР-тестированием, хотя эти все компоненты тестирования должны тоже применять в своей диагностике. Почему? Потому что, знаете, бывают случаи, когда один результат показывает отрицательный результат, второй через который какое-то время положительный результат. И если подтверждаешь, то иногда бывает тоже опять сомнительный. И поэтому, чтобы давать точный ответ, необходимо тоже вот эти методы диагностики подключать. Вот это хотела добавить. И надо отметить, что история происхождения вот этого пандемического коронавирусной инфекции, это, несомненно, уже ученые, мировые ученые определили, это уханьский история происхождения. И после него уже они мутировали, как наши мои коллеги сегодня ответили. И надо отметить, что в основу производства тест-систем, ПЦР-тест-систем, именно заложены геномы уханьского, китайского гриппа. И, например, в соседних странах уже задумываются, уже начали производство ПЦР-тестов. Например, Узбекистан уже запускает производство ПЦР-тестов. Россия уже, они давно уже производят. И поэтому перед нашей страной стоят огромные задачи, если мы будем, конечно, на это обращать внимание и прилагать наши усилия. Мы готовы работать.